Скажите, вам стало легче? Конечно. Да, выздоровел. Мы имеем право говорить о том, что у нас очень хороший способ лечения. Не забывайте об этом. Смотрите нас этот раз, и прошлый раз, и следующий раз. Всем привет! Сегодня рассказываю, как убрать те самые проблемы в мышце, те самые причины, которые создают снижение тонуса. То есть мы тестируем, тестируем, тонус не получаем, а что с этим делать? Вот и покажу на примере большой ягодичной мышцы. Первый способ – это устранение триггеров. Поехали! Давайте вспомним, как тестировать большую ягодичную мышцу. Кто хочет подробнее узнать, как тестировать большую ягодичную мышцу, пожалуйста, вот здесь вот ссылочка. Тестируем большую ягодичную мышцу. Посмотрим, в тонусе она или нет. Сгибаем, отводим. Удерживайте ногу здесь. Не прогибайте поясницу. Отлично. Бедром вверх, да? Вверх, 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 вверх. Снижение тонуса в ягодице. Места крепления ягодицы располагаются следующим образом. То есть она довольно-таки широкая мышца и довольно-таки мощная. Мышца тоникофазическая. То есть в ней есть и достаточное количество белых мышечных волокон, и достаточное количество красных мышечных волокон. То есть она и сильная, и выносливая. Все зависит от цели. Универсальная. Места крепления. Вот, вот аж отсюда. Сейчас попросим напречь ягодицу. Напрягай. И разверни бедро немножко наружу. То есть вот ее контур. Достаточно широкий. От крыла таза. От одной третьей задней части. До крестцово-подвздошного сочленения. Все можете расслабить. По крестцу и до копчика. То есть вот такое широкое место крепления у нее к туловищу. То есть к тазу. Далее она спускается. И здесь у нее есть так называемые условно делящиеся две порции. Верхняя порция, она вплетается в ту самую косточку сбоку на бедре, об которую все время бьешься об диван, или об косяк, или об шкаф, об что-нибудь. То есть вот эта вот косточка, это и есть вертел. Большой вертел бедра. То есть это и определяет как раз-таки уровень тазобедренного сустава. Верхняя часть волокон вплетается в него. А нижняя часть волокон вплетается в широкую фасцию бедра. И следует вплоть до малоберцовой кости, голени. То есть по сути мышцу, если не разъединять ни с чем, то она вот такая, очень длинная. И поэтому дисфункция здесь может вызывать проблемы здесь. Имейте это в виду. Что делаем? Мы сейчас попробуем по местам креплений пройтись и найти самые болезненные точки, которые имеются по ходу крепления мышц. Чтобы не потерялись, картинка вот здесь, она будет еще немножко с нами, чтобы вы поняли, где нужно прощупывать большую ягодичную мышцу. Что делаем? Устанавливаем пальцы вот таким образом. Мы сейчас будем немножко подлазить под место крепления. Чтобы понять, где опять же есть эта мышца, мы просим напречь ягодицу и бедро немножко наружу. Вот она у нас. Все, можете расслабить. Подлазим, находим копчик и по месту крепления начинаем прощупывать. И либо по реакции пациента, ну просим его, где будет больно, можете нам сообщить об этом инфозвуком. Что-то вроде болит или ай, и щупаем по ходу всей. Кроме инфозвука, вы почувствуете, если там есть тот самый триггер, какое-либо уплотнение в этой зоне. И будет нам с вами понятно, что здесь какая-то болевая зона. Вот сейчас прошлись, было больно? Тут триггеров нет. Смотрим место крепления к большому вертелу. Покажу с этой стороны, где можно прощупать триггеры у вертела. То есть находим сам вертел и немножко отступя кнутри, не кверху именно, а вот кнутри, мы должны нащупать болевые точки. Смотрим здесь. Давай, больно. А вот здесь? Больно. Вот здесь прям больно. Что мы делаем? Не убираем руку отсюда. Мы просто надавили и буквально пару секунд диагностически промассировали. А теперь перетестируем, проверим, мы на том пути или нет. Удерживаем, отводим. Держите ногу здесь. Лобок вниз. Давим бедром вверх. Вверх, 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 вверх. И уже тест положительный. То есть мы попали в нужную зону для того, чтобы активировать мышцу полностью. А теперь осталось вылечить этот триггер. Что для этого нужно? Все то же самое. Мы просто встаем на больную точку. И вращательными движениями, легкими, начинаем массировать эту точку. Ориентировочно это займет у вас от 10 до 30 секунд. Показателями для эффективного лечения будет под пальцем ткани расслабиться. А второе будет субъективное уменьшение болевых ощущений. Вот сейчас я чувствую, как уже мышца расслабилась. И мы спросим у пациента. Как боль? Более меньше. Уже меньше. Закончили. И теперь перетестируем заново. Для того, чтобы понять, все ли у нас в порядке. Удерживайте ногу здесь. Давим вверх бедром. Даем, 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 даем. Вот и все. Очень полезно для стабилизации таза запускать большие ягодичные мышцы. Это как фитнес-инструкторам нужно, так мануальным терапевтам, так и просто самим себе, чтобы оздоравливать себя. Кому интересно самим себя оздоровить, вот опять же в этом видео есть ссылочка на подробное описание самомассажа ягодиц. Вот таким вот методом, который сейчас показали, довольно-таки грубым, но эффективным, можно пользоваться и устранять те самые триггерные точки. Те пункты, которые мешают работе и тонизации мышцы. Но это лишь один из способов. Коррекции. Не забывайте о том, что он может быть вторичен. О более сложных проблемах, которые могут возникать там, мы будем говорить в дальнейшем. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь. Если интересны старые, вот они ссылки. Всего доброго!